Осень – время подводить итоги подготовки к осенне-зимнему периоду. На подготовку к нему всех структур было запланировано израсходовать более 39 миллионов рублей, 100% которых было освоено. Это позволило решить основные проблемы, связанные с сетями и объектами отопительных, энергетических, газовых и водоснабжающих объектов. Межведомственная комиссия по готовности коммунальных служб к отопительному сезону прошла в районной администрации. Вопрос тепла в домах – основной вопрос, волнующий каждого жителя района с наступлением осени. Готовы ли тепловые сети муниципалитета к зиме и как обстоят дела в других организациях отрасли жилищно-коммунального хозяйства, доложил заместитель главы Славянского района по вопросам ЖКХ Александр Берсенёв. Он отметил, что решение проблем топливно-энергетического комплекса требует значительных затрат и длительного времени. В этом вопросе помогает муниципальная программа «Модернизация технического перевооружения и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса». Принята она была в 2015 году и рассчитана на пять лет. Благодаря её реализации за три года району удалось решить несколько серьёзных задач. «Взамен четырёх изношенных, как вы уже знаете, у вытачки котельных построены и введены в эксплуатацию новые, энергоэффективные, работающие в автоматическом режиме, без присутствия операторов. Это грошная модульная котельная школа номер 21, Ханьков, школа номер 52, это Ачуева, теперь Славянский электротехнический техникум, это котельная номер 17, и в садике, в Анастасиевской котельной номер 50». Также заместитель главы района отметил, что из 65 котельных районок к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов полностью готовы 97% из них. Подрядные организации ещё ведут работы на котельной в районе воинской части Славянска-на-Кубани, которая принадлежит Минобороне. Глава района поставил задачу завершить работы до начала отопительного сезона. «Есть, как говорится, чёткая задача. До 10-го числа район должен отчитаться. И то, что подрядчик делает 13-го, 18-го, 25-го, это уже не совсем хорошо. Мы должны до того, как сделать, наладить, пусконаладку провести и отчитаться, что Славянский район готов. Поэтому у меня просьба. Разберитесь конкретно с этим подрядчиком. И надо чётко понимать, когда он закончит, какие там виды работы, когда он закончит. Не должны мы быть зависимы от подрядчика». В Славянском районе насчитывается почти 600 многоквартирных домов. Плановые ремонты сетей в них выполнены на 100%. 100% готовность показывают и организации, отвечающие за водопроводно-канализационное хозяйство. Практически завершили подготовку к осенне-зимнему периоду энергетики района «Славянские электросети» и «Кубаниэнерго». Вопрос снабжения населения газом стоит на особом контроле. В Славянском районе газифицировано 94% домовладений. Положительно решён вопрос по поставке в 2017-2018 году населению сжиженного газа в баллонах. Заслушав доклады руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, глава района оценил их работу по подготовке к отопительному сезону удовлетворительно. Перед структурами администрации он поставил задачу уже сейчас определить цели по развитию отрасли ЖКХ на грядущий год. В целом, Александр Борисович, что касается плана на 2018 год, то же самое, надо все наши пожелания положить на бумагу по всем направлениям, ну и будем уже конкретно смотреть, участвовать либо в краевых программах, либо в собственные деньги уделять, для того, чтобы дальше продолжать выполнять те или иные работы. Подводя итоги заседания Межведомственной комиссии, Роман Сенеговский отметил, что в целом Славянский район к отопительному сезону 2017-2018 готов-готов. И теперь всем службам необходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы обеспечить бесперебойную поставку коммунальных услуг всем жителям района при любых погодных условиях. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова